Итак, я отдала свой фотоаппарат в ремонт в марте этого месяца. И вот я очень хочу узнать, что же с ним все-таки происходит, поэтому позвоним. Класс. Да, все, что-то Михаил, здравствуйте. Михаил, здравствуйте. Я хотела бы у вас узнать, что там с моим фотоаппаратом, который лежит у вас с марта. Нет, я вам скажу мобильный свой. Квитанцию. Нет, квитанцию я уже сейчас не найду точно. А тогда мобильный скажите. Сейчас я вам перезвоню. Вас зовут? Анастасия, мы можем повисеть. Сейчас, минуточки, я сам перезвоню. Сейчас мне клиенты, да, сейчас перезвоню. Да, спасибо. И вот так все время. То клиент, то деталь. Уже даже, блин, в июне всех выпустили. Уже вещи из Германии какие-то мне заказаны, приезжали. А эти все ждут деталь. Вот этот мой маленький Canon G7X Mark III. Ник, спасибо, что пьешь водичку. Короче, начинаем наш влог с того, что у меня нет фотоаппарата. Долгий. Длинный. Очень долгий. Все, как вы любите. В общем, все. Влог. Вы, наверное, сейчас обратили внимание в предыдущем истории, что я вся в шерсти. У меня нет кошки, но Ника это стопроцентная кошка, если ты с ней поиграл. Так что простите, кто присмотрелся. Это шерсть собаки. Сейчас где-то 8 утра, и мои все еще спят. Я хочу пойти бегать. Как правило, я встаю. Ну да, мне нравится бегать либо поздно вечером, либо рано утром, потому что не жарко. И я побегу где-то 10-12 километров, смотрю по состоянию. Своими новыми часами, которые я купила недавно. Вот, здесь мерят пульсы, расстояние, сколько шагов в день делаю. Короче, умные часы спортивные. Сейчас я переоденусь, побегу и, наверное, вам что-нибудь покажу. Вау! Ты проснуешься? Пойду побегу. Доброе утро, зайка. Как правило, я бегу одинаковый круг, где-то в центре. Сегодня меня вообще вон занесло два трасса. Никого нет, пустота, не жарко. Сейчас где-то я бегу шестой километр. Как правило, вот на шестом-седьмом километре я решусь, сколько я побегу. Двенадцать, десять. В принципе, легко бежиться. Вот. Но бегу уже по ветру, а не против. Поэтому становится жарко. Вот так, на набережной. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, будет смешно заканчивать так бег. Но, во-первых, я купила бутылку воды 05, выпила ее сразу. А во-вторых, я хочу взять самокат, чтобы доехать до дома. Потому что я очень далеко. Вот. А я мокрая. Вот. Поэтому мой бег заканчивается единственным припаркованным самокатом. Та-дам! Кстати, для москвичей. Вот этот самокат, вот это его бренда, единственный, который не просит никакие документы. Вот. Так что, вот именно здесь не нужно никакие паспорт введить и так далее. Все. Погнали. Пока мне так и не вернули мою камеру с ремонта, которая лежит там, по-моему, с февраля месяца, у меня длинный влог. И я могу сказать, что я вышла сегодня гулять, и здесь очень красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень-очень вкусная. Вот я вам покажу. А таблеток у вас нет? Светочка. Можно я с профессором? Не с ломнишь, деточка. Что же вы делаете с собой? Нет, вот, пожалуйста. Спасибо. А ты-то что сейчас не снимаешь? Что овощи ешь? И можно, как ребенок ночью проснулась, вместо крутого молока овощи есть. На часах час ночи. У меня уже 5000 шагов следующего дня. Знаете, что я хочу сказать? Что заметила? Что Москва какая-то абсолютно пустая. Ну, как бы вообще, вроде бы пятница должна быть какая-то сумасшедшая кусок. А тут так пусто и тихо. Когда у тебя подружка слишком высокая. Слишком маленькая. И ты с ней слишком дружишь. Приходите с Уриной ходить очень короткой. Покажи, покажи, как мы смотрим сюда. Я вообще слишком, слишком не комплексую ни разу. Единственное за что. Нет, не единственное. В принципе, я не люблю эти носочки. Каждые два метра, блин. Без них никак, а с ними как. Носочки, блин. Следочки. Нам сюда. Смотри, какой. Какая качественная музыка. Так ты что. Там вот, satisfaction. Я думаю, диджей, но как бы. Ну. Какое. Ну, очень даже колоритненько вышло. Необычненько. А то есть такой переулок, в котором это спрятано, это еще страшнее. Вот, здесь бы вообще маньяки не убили. Дорога ведет. Через 100 метров. Потерпите налево. Да. Свет, это такая музыка, как будто ты продолжаешь пустить. А вообще, мы взяли Дели мобиль, чтобы доехать до дома и заснуть. Да? Светка, будешь меня заменять. С гулем. Короче. Я никогда. А, нет, я один раз брала только каршеринг. Никогда не пользовалась ими. Свет, давай как это. Как будто нам 15. Сейчас люди нас остановят. Нет, пожалуй, не нам с плентами. Ты под чем? Я под пиццей, а ты под чем? Так как у нас с вами длинный влог, и я много ем, поэтому сегодня у нас с вами утро начинается с тем, что мы отправляемся завтракать. Если очень, прям честно, быть, я безумно соскучилась по всем этим хипстерским местам, всяким кафешкам, а я любитель. И поэтому сегодня мы идем в место, которое называется Бамбуле. Вот, и будем есть вкусные яйца, башон, и так далее. Короче, занесете себе его список, а я с вчерашней одеждой, потому что ночь была практически бессонной, мы очень поздно пришли. Но, да, завтракать пойдем, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Это к вопросу о том, когда спрашивают, что Настя ест. Вот здесь два яйца пашот, и я съем пол бутерброда и одно яйцо. А все остальное что? С собой, правильно. Я прям очень давно не ходила с детьми на площадку. И вот мы пришли в наш старый любимый Эрмитаж, и тут такое количество детей, и это еще не все прилетели. Я издалека могу показать, снимать детей нельзя. Блин, я на айфон снимаю, не снимаю, я посмотрю, че. И я уже пожаловалась в инстаграм, как я сейчас собираю справки, чтобы вернуться в садик. Блин, нет, в стране нет карантина. Уже все сняли, еще не все прилетели из Анапы, из Крыма. Сейчас будет такое большое, еще больше наплоет детей, всех отдохнувших. Я думаю, что чай Жасмина меня успокоит. Смотрю, как будто ничего и не было. Вот честно, никакой жопы, как будто и не было. Я пришла уже домой. Помните, в последнем видео я говорила, что смотрю в последнее время только Антон С. Всякие сплетни, вот что-то тут прорвало орешку. Небольшой мой набор продуктов, которые я купила. Бесконечно я ем вот эти мытые салаты. Дети у меня любят из-за звуки вкуса. Обычные сухарики, палочки с сельдереем. Это лучший йогурт для Германа. Это йогурт и кусочки маршмеллоу. Готовлю сейчас им макароны. Хочу сделать с котлетами. Вот у меня тут как бы вообще ничего такого. Очень люблю рыбу. У меня тут барада вот лежит. Здесь я купила фермерский какой-то фарш. Фильм, что это фарш из индейки, по-моему. Потом мне надо сварить тоже сразу же им суп детям. Что тут еще у нас интересно? Офигительно. Я люблю пармезан натертый. Свое варенье. Щавелевый суп хочу сделать. Ну, короче, бытовуха. Прям вот вам как вы любите. Мой уголочек. Паппи. Вот. Ну и давайте завершим котлетами и супом. Все. Приятного всем аппетита. Еда в доме есть. Кто переживает, что я не готовлю. Все нормально. Просто мне не нравится снимать готовки. Если честно, так я думаю, вот что мне записывать в течение недели? Как я раньше это делала? Вот сейчас я хожу четыре раза в неделю в зал. Ну что, вам все время показывать, как я в зал хожу? Блин, неинтересно. Такая, я же сегодня иду на скалодром. Идем мы с Германом. Вам будет интересно. Потом думаю, ну какой скалодром? Что там интересного? В общем, моя спортивная карьера. Мне точно становиться пора тренером. Потому что я слишком много внимания этому уделяю. Вот. Поделилась с собой наболевшим. Такая красивая тень. Смотрите, как они стоят. Смотрите, какая тыритая. Еще я очень сильно хочу разобрать квартиру. Точнее, детскую. Потому что вот эти все подоконники. Все заставлены. Может быть, им нужно уже какую-то двухъярусную кровать. Короче, мне кажется, эта комната очень малышковая. Все картины они поскидывали. Висели. Видите, какой-то дурдом просто на подоконниках творится. Очень клево играть. Бегом, Герман, ныряйся. Ёбска, ну бабась. А как офигеть, как у нас льет. Нет, нет, обходи сбоку. На руки ко мне. Оп. Во. Садёшь на руках. Здравствуйте. А кресло стоит, да? Кресло просто у меня избегательный взял, только мокрый встал. Я его пристегну там. Ёбска, ну бабась. Я полоса. Чёрт. Нам прям можно туда максимально близко? Чёрные ледыки. Почему? Пойдём на второй этаж? Сразу. Давай. Вот, моя карточка. Да, моя есть, да. Так, пойдём. Прямо. Вот здесь, типа, зона, где ОПП делают. Да. А Гера, знаете, женская раздевалка интересная? Он так пошёл уверенно. Вот. Так, как вы поняли, мы вышли на смелодром. Сейчас мы вот куда-то тут залезем. Народу никого нет. Очень прекрасно. Вот сейчас здесь два огромных зала. Вот одни практически здесь. Сумочка с магнезией для того, чтобы руки мои, помните, кровавые, которые были, можно вот так выкрутить. Ну, мел такой, присыпка обычный. Он часто влазишь не только, допустим, чисто по красной или чисто по чёрной. Очень часто говорят, одна чёрная, одна синая, одна то-то у тебя входит в трассу. Вот. Я сейчас здесь потренируюсь, а потом, если будет получаться, я нормально сниму. Вот здесь колярка в сторону. А, давайте, давайте. А, это вот это меня сделать. Я сама. Она вверх. Отвела подружку, говорю, там так классно, Сань, давай сходим. Очень классно. Ну, вот у меня правда тоже такая вот. Ой, ой, сейчас. Выходили на тренировку, был огромный просто стеной ливень. А сейчас я вам покажу, как красиво. Очень красиво. Мы же вышли у нас. И тут ещё краша, закат. Честно, смотрите, какое небо. Зефирный воник. Дача. Переехали мы на дачку на несколько дней. И Герман запалил ежевику. И ходит, её собирает. Да, класс, покажи. Сколько собрал? Ты много собрал. И я сейчас с тобой соберу. Класс, обожаю ежевику. Мои самые любимые ягоды. Во какая. А у меня, смотрите, как пальцы пострадали от скалодрома. Тайное расследование. У меня забрали газонокосилку. Теперь вместо меня это делают. На даче обожаю, обожаю эти здоровые джинсы, балахоны, толстовки. Никого нет. Природушка. Но меня, конечно же, хватает ненадолго. Один из вопросов, который мне задают, куда так много ходить? Как делать больше 10 тысяч шагов? И я вам отвечу, что вот я, например, всегда предпочитаю куда-то идти, а не ехать на автобусе, на метро, или самый дальний маршрут, самый дальний магазин. Вот сейчас нам нужно просто купить творог. Мы не везли его из Москвы, и мы идём гулять, поэтому я иду в самую дальнюю палатку купить творог. Я всегда так выбираю. Но основной, наверное, конечно, всё-таки не общественный транспорт, а выйти пораньше и дойти купить. Вот, так что, блин, движение-то очень круто. И самое главное, когда говорят «ходить как?» 10 тысяч шагов. Это не такое, что ты ходишь так, пошёл по кухне, потом шёл ещё куда-то, зашёл, чай налил. Нет, у тебя нужно распределить так день, чтобы ты и утром, и вечером плотненько, прям пошёл, пошёл, не без остановок, 40 минут с темпом. Тогда есть какой-то толк. А если это так, перевешками, это хуже. Всё, я стартанула, домой еду. Знаете, я уже писала в Инстаграме, у меня жуткое желание сейчас собрать девочек, сеять в тачку и куда-то вот поехать, ну не знаю, в Питер, в Переславль, куда угодно, просто вот сесть и бабская компания, извините за такое слово, поехать куда-нибудь на выходные, чтобы я рулила долго и бубнила на них, о том, что они, вот там им весело, а я с рулём уже 5 часов, и мне так, короче, неудобно, и давайте остановимся. А они выпьют вино, а я им скажу, вот, вы неблагодарные, а потом мы выйдем из машины, они мне скажут, блин, пойдём тусить, я скажу, ага, а ничего, что я устала. Ну, в общем, вот я вам рассказала, как меня, еду по трассе и уже прям вот представляю такую тусу. На вечернее пиксельное видео я приехала к своей беременной Катьке-тренеру, она прям вот-вот, хоть бы не сегодня, хоть бы не при мне, родила, родит, простите. Время ужать, Кать, не должна показать тебя хотя бы беременной, вот ты ещё здесь, обляпанная футболочка, всё, как им надо, это не упало. Вот, вот, мы всё обсудили, очень вовремя я включила камеру, поехали, Воп. Чего уезжаем? Ой, Воп, а ты специально с ананатом? Конечно, в чем тебе. А ну, думаю, Катя, конечно, уже пристала в середине камеры, почему бы нет. Да, я её подвинула. Ой, а вкусно пахнет. Это собачье печенье. Ой, а пахнет, знаешь, как, так раньше пахла кошачья еда дешёвая. Я помню, вот так, или не дешёвая. Он сам охлепил. Не-не-не, это когда у нас во дворе в Туле жили котята, и вот в том месте, где они жили, был такой запах. Не, интересно. Ну, здесь всё супернатуральное. Печень, овощи, спирулина, куркума, сушёный рубец, лососёвое масло. Твоя голова не влезла. Лососёвое масло. Ну да, чтобы всё полезно было. Обалдеть. Рисовая мука. Я сниму, как-нибудь будет это есть. Если кто-то хочет покупать собачьи печеньки. Пишите Насте. Ну, везёт меня. Ну давай, открой мне дверь. Я сяду. Хорошо. Благодарю. Блин. Упала, ударилась. Замечательно. Замечательно. Ничего не видно? Блин, ненавижу, когда вот так делают. Ремень безопасности, но пристёгнут уже, потому что... Чтоб ехать и уже... Ну да, ну типа не пристёгнут, а для меня всё-таки безопасность есть безопасность. Какой-то молодец. Я всегда пристёгиваюсь. Я тоже всегда знаю. Но кто-то считает, что если можно, ну как бы, тормознёшь, и он тебя, не знаю, что... Да, когда ты едешь на скорости 150 км в час. Перережет, отрежет, да. Но подушки безопасности не просто так придуманы. Конечно. Итак, мы поехали. Комфортабле мерседес. Я тебя так сильно люблю, но как ты вам это сделать? Ты взяла папу, помнишь, и взяла бесплатно. Ммм, мм, ммм. Гой очень похожий. Она тебя защищает от меня. О, ты прям такая. Ну давай, на. Попрыгунет, трикоза. Мы дойдём до дома или нет сегодня? Биба и Боба. Хорошие, конечно, они. Мы дойдём сегодня или нет? Нет, наверное, никогда не. Никогда никогда не дойдём. Вот, вечерняя. Красивая. Многоэтажная. Всё, пойдём. Всё. Дошла я домой. Наконец-то мы дошли. Он водит Вова Шаню без поводка, поэтому как бы постоянные остановки, я думаю, мы никогда не дойдём. Вот. Наверное, свой самый длинный влог. Давайте закончим. Я знаю, что вы ждали очень долго, поэтому жду от вас пальчики вверх. Комментарии. Спасибо огромное. Просто невероятное за то, что мои разговорные видео вы так поддержали. Мне было, блин, это так приятно. Так приятно высказаться и получить отдачу. Поэтому, да, всех с влогом. Следующий влог будет такой же. Будем снимать иногда длинные для вас влоги, чтобы вы могли налить себе чашечку чая или чего вы там любите, и залипнуть или поставить на паузу, уйти и заново, и продолжить его смотреть. Всё. Спокойной ночи.